Приезжают сюда замуж. Месчонки в поисках любви. Мужчина должен работать, зарабатывать и обеспечивать семью. Только красавчики. Они ревнивые. Любви обильные. Они не знают личных границ. Лезут, лезут, лезут. Там бесит, раздражает. Идти минут сорок до моего дома. Мы идем два часа ночи. Я в жизни никогда ничего так сильно не боялась. Как выжить, как туда-сюда, как бежать, чем зарабатывать. Горевала там горючими слезами, что мне делать. И все равно счастливее здесь. Призятые отношения, что ты девочка. Кто вообще слушает тебя? Не пейте. Потому что это харам. Всем привет. Это наше новое видео про Турцию и новый формат интервью, который мы давно хотели попробовать. Мы встретились с пятью интересными людьми в Турции, которые когда-то глобально решили поменять свою жизнь и переехали в эту страну. Мы задали им несколько интересных вопросов для того, чтобы узнать эту страну еще лучше и узнать те детали, которые недоступны обычному путешественнику. Надеюсь, вам будет также интересно послушать героев нашего видео, как и нам, и я уверена, вы узнаете много нового про эту страну. А возможно, прямо сейчас кто-то из вас задумывается над тем, чтобы переехать в Турцию. Тогда это видео будет однозначно полезным для вас. А еще в конце этого видео вас ждет конкурс. Мы хотим разыграть небольшой турецкий подарочек. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать все условия. Ну а пока, приятного просмотра. Здравствуйте, меня зовут Оксана, я приехала из Грузии. Я приехала сюда отдохнуть на неделю. Меня Стамбул влюбил в себя. Я через неделю поехала, написала заявление об уходе и приехала сюда на совсем, с одним чемоданчиком. Меня зовут Флора, я живу в Стамбуле уже 11 лет. Пошел даже 12-й, можно так сказать. Сейчас я мама в декрете. Меня зовут Анастасия, мне 26 лет. Я переехала 5 лет назад совсем уже окончательно. И я инструктор по дайвингу. Меня зовут Ирина, мне 32 года уже. И живу, ну то есть уже почти 3 года. Меня зовут Александр. Я переехал лет, наверное, 6 назад в Турцию. У меня нет такой истории, когда там люди бросают как бы все, говорят, поеду к морю жить. Я переехал просто по необходимости. Проблемы в Донецке начались. И из-за этих событий нужно было куда-то переезжать. Нужно было переезжать либо в Киев, начинать все с нуля, либо переезжать в какую-то другую страну. Я сюда приехал отдохнуть на лето, переждать события какие-то, которые там у нас происходили. Посмотрев, как здесь люди живут, просто не захотелось, наверное, возвращаться туда и все. Я могу сказать, что я очень люблю Стамбул. Здесь жизнь такая вот очень колобалык, как на русском. Она вот суета, суета вот такая. Люди какие-то все вот занятые, бегают туда, и все это нравится. Вот выйдешь на Босфор, выйдешь туда, этот воздух, эти чайки, вот крик чаек. Я с ума за это все схожу, не знаю. Вот вроде работаешь, устаешь, и все равно счастливее здесь. Можно быть измотанным там, не высыпаться, не спать там ночами, но быть абсолютно счастливым. Если честно, я не выбирала именно Турцию. Я могу сказать, что, возможно, Турция выбрала меня. Мой переезд в Турцию случился только потому, что я вышла замуж за турецкого гражданина. Почему я так рьяно хотела сбежать с Турцией? У меня папа, который в бывшем полицейский, он меня очень сильно контролировал. Я думаю, нужно переехать, поменять город, но это не масштабно. Нужно что-то масштабное, нужно менять страну. До того, как я переехала в Турцию, я вообще здесь ни разу не была. И максимум, что я сделала, я погуляла в Google Map. Исследовала Анталию, подумала, где я там буду примерно работать, где я буду примерно жить. Знаешь, ну я вообще не имела никакого представления, честное слово. Но я знала одно, что здесь есть вот эта смена сезонов, что здесь есть там горы, есть море. Ну и какая-то она там поближе к Европе. Ну то есть для меня момент географический очень был важным, потому что Россия близко. До Москвы ты долетаешь буквально за три часа. Европа близко. И еще один момент. Здесь довольно легко получить вид на жительство. Здесь нужна только аренда квартиры, страховка и налог заботить. Первый раз дают на год, второй раз можно на два года попросить. Налог стоит для граждан разной страны по-разному, но для русскоговорящих 341 рублей. Это не месяц? У меня. Годовой. Это тысяча рублей за ВНЖ. Очень огромный процент, я думаю, переезжает сюда замуж. Ну по семейным каким-то обстоятельствам. То есть наши русские, русскоговорящие девчонки очень охотно выходят замуж. Или же, ну вот по примеру, как я, например, работаю. В Турции, если ты хороший специалист, ты вполне, в принципе, можешь себе найти работу. И ты будешь даже в какой-то мере цениться больше, чем турецкий специалист, потому что ты иностранец. Если бы ты меня спросил, например, об этом год назад даже, либо полтора года назад, то я бы сказала, что сюда приезжают там девчонки в поисках любви. Но сейчас все больше я замечаю, что если, например, мы говорим про страны СНГ, то приезжают люди со своими семьями, просто по климатическим условиям. И второй момент, что здесь довольно бюджетно. Здесь ты будешь наслаждаться жизнью, и при этом тебе не нужно... Иметь большие деньги для того, чтобы жить комфортно. Здесь человек с маленьким доходом, с какими-то маленькими накоплениями может приехать и начать жить как бы нормально. Здесь есть альтернатива дорогой одежде. Ну, как мне кажется, да, то есть я опять же со своей стороны. У нас было слишком превзятое отношение. В чем ты одет, в чем ты обут, как бы, на какой машине ты приехал и так далее. Здесь абсолютно это все лайтово. Здесь люди живут на позитиве. То есть я буквально несколько дней назад был в Москве. То есть там как-то все, ну, немножко грустно. То есть люди злые немножечко. В Турции можно встретить все, что ты любишь на этой планете. Условно. Если тебе хочется, ну, там, кусочка Таиланда, ты можешь поехать в Чаралы, например, и там будет реально Таиланд. То есть там такая, знаешь, атмосфера, там вообще движуха совсем другая, нежели чем в Турции. Если тебе хочется, там, горнолыжку, ты можешь, ну, отправиться в горы. И истории, конечно, здесь тоже, да, как бы, много, потому что это и бывшая там Римская империя, и греческая. И, в общем, здесь просто ходи, исследуй все эти места. И, понимаете, дурок, который не выезжает за границу, потому что здесь правда есть просто все. Это гостеприимность, вот прям в первую очередь. Ну, это, конечно, все зависит от человека, который приезжает сюда, да, то есть что вы покажете, то и получите. То есть я считаю так. Все зависит от нас, то есть как мы к людям отнесемся, то и получим. С турками очень легко общаться. Я влюблена в этот народ очень. Вот соседи, была пандемия, было что, они видят, ты приезжая, а тебе хлеб нужен, а тебе еда нужна. Вот турчанки сами там приготовят что-то, занесут. Приятные очень. Люди готовы прийти на помощь абсолютно незнакомому человеку. Очень теплые люди. В турецком языке есть сиджак канвы, это как горячая кровь, это говорит о том, что они очень дружелюбные. В Турции нереально остаться голодным, холодным, там, без воды, без денег и так далее. Почему? Потому что незнакомые тебе люди или малознакомые, они всегда готовы тебе помочь. У меня получилось так, что я работала на корабле, ну, мы с ребятами там работаем. И я, когда зарабатывала первое время, все деньги я давала в обучение. Ну, мне нужно было стать крутым инструктором, а это стоит, ну, достаточно дорого. И мне получилось так, что я не рассчитала и все деньги вбухала в обучение, и денег не осталось совсем. Буквально до зарплаты оставалось две недели. Я такая сидела на корабле, горевала там горючими слезами, что мне делать, мне там нужно кушать, покупать подичку, еще что-то. Мне говорят, а ты что ты переживаешь? Ну, мы же у тебя есть, что ты плачешь? Мы тебе там поможем и так далее. То есть, ребята там покупали там все, что угодно, и кормили, и поили, и все-все. То есть, я ни в чем не нуждалась, у меня не было вот этой вот ущемленности, что вот мне страшно, что мне дальше делать. То есть, две недели я вообще не ощутила никаких проблем. Ну, это вот турки. Турки красавчики. Они чисто внешне красавчики. Они за собой следят, сразу бросаются, наверное, в глаза. То есть, мужчины-турки следят больше, чем турецкие женщины за собой. Ну, турки разные. Да разные, вот разные. Вот невозможно то же самое там про русских. Вообще, дело не в национальности абсолютно. Дело в опыте человека, дело в том, чему он научился за жизнь. Дело в том, куда он ездил и какие у него стремления. Здесь то же самое. Можно, наверное, сказать, что, ну, по большей части, знаешь, как стереотипы. Они ревнивые. Они очень любвеобильные. Очень. Они свою женщину будут с руки кормить. Они любят, они как-то самоутверждаются. Они любят общаться со всеми. Может, там ничего глубоко, далеко не зайти. Но вот они любят общаться с женщиной, там, переписываться, там, все такое. Даже, ну, если у них есть одна, они могут со второй переписываться, из третьей, из десятой. Есть такие моменты. У них минусы есть, но очень много плюсов. И они очень много работают, могу сказать. Если он женился, у него семья, у него дети, он может, там, в 5 утра вставать на одной работе работать, и на второй работе работать. И вот за это турков очень уважаю. У них в крови есть такое понятие, что мужчина должен обеспечивать свою семью. То есть для него было важно, чтобы он обеспечивал свою семью. И поэтому не разделяет работу и жизнь. У турков они на работе живут. То есть они понимают, что это ихняя жизнь. Они могут, работа закончилась, и при этом они не спешат домой. То есть они могут сидеть дальше на работе, пить чай, общаться. На законодательном уровне нужно сотрудников кормить обязательно. Нужно доставлять их на работу. Как бы тут в целом сделано много чего для людей просто. И они от этого кайфуют, живут, работают, и работают в кайф. Здесь, наверное, знаете, можно охарактеризовать так вот. Анталия очень быстро развивается, а люди за этим развитием не успевают. Вот я бы так это сказал. У нас наоборот. У нас страна медленно развивается. Прям очень все было так. Города медленно строятся. А при этом люди очень прогрессируют. Наши люди, они голодные. И они поэтому конкурентоспособны в других вещах. То есть они думают, голова развита. Как выжить, как туда-сюда, как бежать, чем зарабатывать на жизни. И какой придумать бизнес, чего здесь нету, где что украсть. Ну, именно идею какую-то, да. Ну, или так. Как бы по-разному бывает. А турки, они сытые. И поэтому турки, когда сидят себе, то есть они как бы кайфуют. Он зарабатывает свои какие-то деньги. Ему хватает этих денег. Прям бесит приставучесть. Есть такой подтип у турецких людей. Они не знают личных границ. То есть они лезут, лезут, лезут. Несмотря на то, что ты говоришь, нет, спасибо, не надо. Вот пять минут назад, да, то есть объясняешь человеку, что нет, спасибо, я не хочу. Он десять раз к нам подошел и сказал, что я сейчас все организую, заходите. То, что все всегда опаздывают. Это, наверное, связано с этим образом жизни. То есть люди расслабленные, они никуда не спешат, они везде успевают. У них все, что ты не сделал сегодня, можно сделать завтра. И поэтому это иногда прям бесит, раздражает. Они не ценят ни свое время, ни твое время. Есть еще у них такое слово халидарим. Есть какая-то проблема, если он тебе говорит халидарим, то это 95%, что он этого не сделает. То есть они обещают и потом не делают. Это очень часто бывает. Затронули тему турков. Турок. Сколько я погорела на этом, да. Просто я каждый раз, когда я пишу в Инстаграме на тему турков, как раньше я думала, мне просто бомбит всех, понимаешь, сказать о том, что правильно турок. Ну, к сожалению, русский язык таков. То есть один... Много турок. Один? Один тоже турок. То есть турок-турок. Да, главное не турков. У них есть такой момент. У них в культуре нормально обратиться друг к другу звуком «щ». И это, ну, типа, это по-дружески, это нормально. Это условно, ну, наше там, хейтом или еще что-нибудь. Ну, меня это бесит просто так. Как будто бы, знаешь, какое-то обращение, не знаю, к собаке, что ли. И когда у меня, ну, там какие-то завязались отношения с молодым человеком с турцией, и... Ну, то есть, а это в его природе. Он не хочет мне причинить страдания и боль. И я на это всегда так реагировала. То есть я вообще максимально это все пародировала. Знаешь, это мне просто невероятно бесит. Какая-то? Да. Да, ну типа... Маленький выбор всего. То есть если сравнивать, опять же, с нашими странами, здесь рынок более жесткий. С одной стороны, для экономики это хорошо. То есть Турция много чего производит сама. То есть много товаров турецкого производства. Но с другой стороны, мало китайских товаров. Мы привыкли к изобилию каким-то там, ну, я не знаю, ты покупаешь какую-то щетку там или какую-то мурню, и ее абсолютно много выбора. Здесь же нет, здесь будет один вариант турецкий и все. Прям не нравится. Я могу сказать, что нету. Нету. Потому что если бы мне что-то не нравилось, я бы взяла сумку и уехала. Все очень натуральное, все домашнее, органическое у моего начальника ферма. Они разводят уже 100 лет буйволов. Очень вкусно, пожарить там, например, на завтрак, это вообще объедение. Даже туристы приезжают, попробовали, а потом берут целую и говорят, мы на подарки, мы на все, все забираем, давайте. А потом в следующий раз приезжают, а вы знаете, мы никому не подарили, мы сами съели. Я говорю, я так и знала. Есть и каймак, вот это сливки, вы попробовали их. Они очень вкусные, мы сами их готовим. Готовится очень долго, долгий процесс, но очень вкусный. Я сама их готовила. Это очень вкусно. Это очень натурально, очень сладко. Очень прям так жирненько. Я работала в компании, где были только мужчины. И вот это предвзятое отношение, что ты девочка, и что ты не сделаешь работу, как они, вот этого тоже очень сильно ощущается. Ну и плюс я работаю в дайвинге, такой сектор, где нужно было какое-то время, чтобы именно заработать вот это вот имя, что девочка, вот и она классно может работать. Сейчас молодое поколение можно заметить, что женщины чаще стали работать, чем сидеть дома. Раньше девочки не обучались, они не ходили в школу, родители считали, что они не обязаны получать образование, так как женщина это в будущем мать, хозяйка, хранительница очага. Поэтому вот сейчас наше старшее поколение очень делает такой большой акцент на то, чтобы девочки в семьях обучались, именно получали образование, не просто в школу сходили, именно там высшее образование. Но, конечно же, все равно присутствует такой момент, что самый главный добытчик в семье, это, конечно же, мужчины. Турецкие женщины, они такие вот, они хитроватые, они считают, что мужчина должен работать, зарабатывать и обеспечивать семью, но если женщина тоже работает, она имеет право своей частью, сама распоряжаться. Ну, это, в принципе, ну, и женщины, они, мне кажется, и в Африке женщины, да, то есть ему немножко плюс-минус похоже. Они иногда даже перед тем, как выходить там замуж, да, они сразу уточняют, если женщина не хочет работать, ну, моя родственница именно так и сделала, она своему мужу сразу сказала, я выйду за тебя замуж только тогда, если ты соглашаешься с тем, что я не буду работать никогда. Но это все идет от семьи, от воспитания. Вот как родители воспитали девочку, если они ей внушили, что ты мама, ты хозяйка, ты там детей должна расти, должна рожать, она так и будет продолжать эту жизнь. А если ей родители сказали, вот, ну, ты должна быть карьеристкой, сначала там учись. Турецкие девочки, они прислушиваются чаще к родителям и стараются, как бы, соответствовать семье, семейным ценностям. Турчанки очень ревнивые, поэтому, поэтому своего мужчину, ну, не подловишь ни на чем. Возможно, турчанки относятся к нашим женщинам немножко нехорошо, потому что в Анталии, например, да, большой процент именно женщин, которые приехали и вышли замуж за турка. То есть мужчин наших здесь, как бы, не так много. В основном женщины, которые приехали, вышедшие за турка. И поэтому турецкие женщины, они, может быть, к нашим, ну, не так это прям располагают. То есть они считают, что как-то вот они тут забрали ихнее счастье. Мне очень комфортно, то есть у меня такой проблемы нету, как бы, поэтому... Я до 18 лет боялась моря, не заходила в море вообще совсем. В 18 лет поехали с мамой в Египет, думаю, блин, ну, нельзя чего-то бояться. Нужно решать как-то этот вопрос, и поехала на дайвинг. Я в жизни никогда ничего так сильно не боялась, не испытывала такого страха. Я погрузилась, вышла, мне так понравилось, я подумала, вау, как классно. Но чтобы много погружаться, я из Сибири, сама из Омска, нужно или где-то работать в компании и все свои деньги инвестировать в дайвинг, или же можно просто работать инструктором по дайвингу и погружаться много. Я подумала, в Турции есть море, в Турции тепло, мне там нравится, нужно идти туда и там работать. Так я сюда приехала, обучилась и начала работать. Я здесь единственный дайвер, единственный инструктор, который говорит по-русски. Ну, а не какой-то Ахмед, который выучил русский язык, а именно русскоговорящий, настоящий инструктор. В Анталии вообще религиозного населения очень мало. То есть очень-очень мало, но я думаю, что это буссольный туризм, потому что религиозный человек не будет работать в туризме, потому что это харам, потому что открытые девушки в купальниках все это видят, плюс мужчина с девушками постоянно рядом. Приверженный мусульманин, ну, 99% случаев он не будет работать в туризме, он будет очень далеко, далеко от этого. После того, как я вышла в декрет, хотелось чем-то заниматься, не просто быть только мамой, да. И тогда я решила, что могу открыть блог, который будет полезен людям, рассказывать о своей жизни здесь, рассказывать ту сторону настоящую, которую очень часто другие люди не показывают. То есть в основном показывают вот эту розовую картинку, и я решила, что я могу поделиться чем-то настоящим и живым у себя в блоге. Продукты дешевле? Продукты точно дешевле. Хлеб здесь дешевле, это точно. Сколько стоит бука хлеба в России? Тоже вопрос. Ну, где-то в районе 70-60 рублей, что-то такое. Здесь хлеб стоит 1,5 лиры, это 15 рублей. То есть килограммовая нормальная булка хлеба. Ну, и кафе, ресторан, и то же самое кофе. Сколько стоит Starbucks в России? Ну, что-то 300 или 400 рублей за чашу, за стакан кофе. Здесь сколько стоит? 20 лир, 18 лир, 180 рублей. А вот этот кофе вообще стоит 10. 10 лир. 10 лир. Тебе еще и с ватой, еще и со всем. Но есть один минус в Стамбуле. Здесь мясо очень дорогое, именно красное мясо. Поэтому его можно встречать на столе очень редко. Но если сравнивать цены на овощи, фрукты, да, то есть это однозначно, я выберу Турцию, потому что здесь за, скажем, 100 лир, 1000 рублей, да, можно закупить как минимум там овощей и фруктов на целую неделю. На жилье цены плюс-минус одинаковые. В Стамбуле, допустим, можно найти в каком-то очень отдаленном районе, можно найти очень даже по приличной цене. У меня знакомая, она снимает в Сите. Сите это как комплекс. То есть у нее там и охрана есть, и бассейн, и сауна. Цены на недвижимость, например, они дешевле, если сравнивать с Москвой, если сравнивать с Питером, если сравнивать с какими-то большими городами, они дешевле. У меня в Владивостоке была квартира 33 квадратных метров на первом этаже. И я ее там продала за 3 с чем-то, 3 200 или 3 500. И здесь я купила на секундочку 60 метров с видом там на горы, понимаешь, с балконом, в общем, за ту же самую стоимость. То есть я вообще не докапала, не докладывала. Я считаю, что это лучше, конечно. Мы саму свою квартиру сдавали еще до войны, до проблем в Донецке. Мы ее сдавали, ну, за большие деньги, скажем так, относительно Турции, я имею в виду большие деньги. Мы сдавали там однокомнатную квартиру за 400-500 долларов, по-моему, ну, смотря как курс был. Там ни моря, ни обшарпанный подъезд, однокомнатная квартира просто в Донецке. Здесь же у вас море, там, позитив, все остальное, и при этом у вас цены более адекватные. То есть очень многие люди сюда переезжают, имея какой-то доход в России или в Украине. То есть у меня есть дедушка, который просто переехал сюда, он получает пенсию российскую, и при этом здесь живет на эту пенсию, ему хватает. И хватает жить возле моря. То есть здесь, опять же, если у вас небольшие деньги, то вы на эти деньги можете существовать и при этом много чего позитивного получать. А в других странах, в наших странах, да, в Украине, например, то даже при наличии больших денег у тебя, ну, там, я не знаю, дороги плохие, там, люди злые. Здесь дорогой алкоголь и сигареты. То есть если... В принципе, без этого можно... Абсолютно, вообще. Не пейте. Что касается, например, цен на автомобили, то ребята иногда пригоняют себе автомобили из России, из Грузии, да, из СНГ. Потому что здесь пошлина прям гигантская. В Анталии ты, допустим, ходишь, и у тебя, я не знаю, что ни машина, то Мерседес, то БМВ, то Форшет или еще что-нибудь. Я искренне не понимаю, где эти все прекрасные люди доработают, потому что это очень дорого в Турции. То есть здесь будет условно какая-нибудь корола, я не знаю, там, 2015 года, она будет стоить миллион с чем-то. Когда в России она стоит, ну, там, пардон, я не знаю, полмиллиона, да, ну, там, 600-700 тысяч. Я разговаривала с человеком, он говорит, что здесь момент классный, потому что если ты приобретаешь автомобиль в Турции, то продавая его, ну, там, через год-два, то ты скорее даже получишь себе прибыль, потому что цены растут. А в России, наоборот, да, то есть ты купила, и через два-три года ты точно ее продашь там подешевле. Но ценную технику намного больше. И, наверное, ребята вам уже рассказывали, что когда ты приезжаешь сюда иммигрантом с телефоном, который ты купил из-за границы, то, пожалуйста, будь любезенна платить на него пошлину. И сейчас эта пошлина стоит как новый телефон, ну, типа, 20 тысяч ты должен оплатить просто пошлиной за то, чтобы ты пользовался им. Иначе у тебя блокируется телефон, и ты его используешь только на Wi-Fi, ты не можешь его использовать на мобильный интернет. Это не то, что ты оплатил однажды, ну, типа, его пользуйся, да, до скончания веков. Нет, это всего лишь на три года, через три года снова. Это, в общем, жутко неудобно. Люди разделены конкретно на два лагеря, кто его любит и кто его не любит. Здесь нету таких, что там, ой, да мне все равно, что там с политикой. Нет, здесь все очень так жестко отстаивают свою позицию. И здесь, при том, что даже друзья могут друг с другом не общаться, если он привержен с другой партии, например, и так далее. То есть тут даже и семьи могут не общаться с друг с другом, потому что они приверженцы разных партий. То есть здесь вот настолько вот это вот доходит. Турецкую медицину можно и хвалить, и ругать одновременно. Потому что, если взять именно пластическую хирургию, да, турецкая медицина в этой области очень преуспела, и она принимает своих пациентов со всего мира. С зашитыми волосами, с головой такой, то есть на пересадку волос именно очень много приезжает. Я не видела сегодня такого человека. Да, моя свекровь тоже сделала пересадку волос два месяца назад, поэтому как бы эта тема очень популярная здесь, потому что, во-первых, доктора очень хорошие, именно вот в этой отрасли они прям... То есть у них уже рука наметана, и цена приятная по сравнению с другими, да, с европейскими странами. Здесь очень хорошие стоматологические центры. То есть здесь даже есть такие стоматологические клиники, которые, допустим, покупают даже билет, отель. То есть ты просто приезжаешь, тебя встречают, забирают, привозят в клинику, лечат тебя и также отправляют домой. Что мне лично не нравится, я могу сказать, что я уже местная, да, мне не очень нравится педиатрия. Именно в государственных учреждениях, но даже в частных, да, очень трудно найти хорошего педиатра, который будет обследовать ребенка от А до Я. То есть педиатрия очень сильно отстает. Если мы говорим, допустим, о детском враче, к детям относятся так, как бы, все очень быстро. Как правило, выписывают антибиотики и все, и до свидания. То есть никто там не вникает в какие-то проблемы, да, не так, как наши терапевты, которые прямо уделяют много времени. Мне очень нравится здесь медицина и нравится больница вообще, как они все устроены, вот эта система. И если бы я не знала турецкий язык, мне бы предоставили бесплатно переводчика, ну, то есть это входит в страховку, и переводчик бы за мной ходил. Мне очень нравится здесь зубные, почему? Потому что в последнее время я очень часто к этому начал обращаться, и поменять пломбу стоит 200 лир, это 2 тысячи рублей. Прочистить канал, там, удалить нерв, это стоит 500 лир, это 5 тысяч рублей. Ну, и здесь мне начинается сделать быстро. Они делают быстро, все чисто, все стерильно. Почему-то в России у меня осталось впечатление, что я сидела с открытым ртом у донтиста, ну, где-то, ну, час, как минимум. Здесь я прихожу, мне делают эту пломбу за 15 минут. И делают хорошо, и то есть, как бы, вполне я очень всем довольна. Ну, у меня есть страховка здесь, страховка покрывает 80%. Страховка 80% на год стоит 700 лир. У врачей хорошая зарплата, и вообще профессия врач здесь считается, ну, только респектабельной, поэтому и такое хорошее отношение к пациенту. Здесь нету какой-то середины, да? То есть, если вы очень обеспеченный человек, то, да, вы сможете своему ребенку дать очень хорошее образование в очень престижной школе, колледже, университете. Но если вы обычный человек на обычной работе, то, вы знаете, пропасть просто. Потому что та система, которая преподается в обычной школе, она очень слаба. Если сравнивать с нашей системой образования, она очень слабая. Ну, скажем так, я могу судить по садикам. И вот по садикам, если в моем детстве я садик не очень любил, турецкий садик, дети хотят ходить. То есть, очень много, когда прям, то есть, у меня скучают дети без садика. Отношения к детям. Очень любят детей турки. Парень с девушкой, там, 25 лет, наверное, где-то так, они на пляже гуляют, и увидев моего ребенка, они говорят, а можно с ним сфотографироваться? Это для меня странно было. Они любят детей, и это... То есть, у нас нет такой любви к чужим детям. Я не знаю, как они прививают эту любовь, да? То есть, ну, это очень классно. Ребенок может прийти на рынок, его угостят обязательно чем-то. Это классно. То есть, ребенок, который идет вдоль магазинчиков маленьких каких-то, да, у каждого продавца что-то для ребенка спрятано. Это какая-то конфета, это какой-то чупа-чупс, это может быть шарик какой-то, да, и они с радостью это дадут, подарят. Это, опять же, то, что за деньги не покупается. Здесь есть очень хороший университет. Там есть преподавание на английском языке. У него огромный корпус, у него территория просто громадная. Там находится огромная мечеть. И я все время пытаюсь туда попасть, и все время пытаюсь найти человека, у которого есть студенческий билет, в общем, чтобы просто посмотреть меня на этот кампус. Кампус огромный, у них есть что-то типа нашего Сколково. Там точно так же проводят, в общем, научные эти все открытия, какие-то инновации. Очень многие хотят поступить именно сюда, вот в этот университет. По поводу того, насколько он котируется, например, за границей, я не знаю. Но то, что ты точно не останешься без работы в Турции, это факт. Нет, для меня не легко было, потому что я сама из Грузии, я гражданка Грузии, у меня русское образование. У нас нет похожих слов вообще. У узбеков, у азербайджанцев очень много похожих слов. Они, азербайджанцы, приезжают, фактически разговаривают на турецком. Я приехала мне очень, мне три месяца, я думала, я повешусь. Честно. Вот на английском могла общаться с людьми, там что-то. А турецкий мне очень сложно давался. Ну, постепенно, постепенно. Но я выучила именно базарный турецкий. Не такой, не литературный, как они здесь общаются. Я ни на какие курсы не ходила. Поэтому у меня такой немножко грубоватый язык. Вот если они говорят, я могу сказать, дай мне, не дайте мне, пожалуйста, один стакан чая. Я могу сказать, дай мне стакан чая и все. Турецкий выучить очень легко. Мне потребовалось, чтобы более-менее нормально разговаривать, три месяца. Есть чудесный сайт, который в открытом доступе. Там 28 или 29 уроков. Если по каждому потихонечку пройтись, то за три месяца вполне можно выучить. Турецкий очень простой язык. Он как арифметика, как математика. Просто есть главное слово, к нему добавляются асфиксы. Ты настраиваешь, получаешь огромное слово. Это одно предложение. Очень просто. Какое слово? Дефа. Должно уже написать сразу. Я когда учила турецкий язык, я его до сих пор учу. Я не могу сказать, что я сильно хорошо владею языком. У нас был классный преподаватель. И он говорил, что если вы приедете, например, на север Турции, то вы вообще не поймете, что они говорят. Ну, скажем, Анталии или в Стамбуле. Чтобы спросить, что ты делаешь, то люди спросят у тебя «Напью». А на севере Турции они как-то скажут, типа «Напью» или как-то так. Ну, то есть, и ты вообще не можешь понять. И так как я работала здесь в маркетинговом агентстве, у нас были там и девчонки тоже турчанки. Ну, в общем, местное население. И они как бы подтверждали этот момент. Даже они, например, коренные жители этой страны. Они приезжают на севера и не принимают людей. Но здесь есть классные места. Например, город Марти. Он ближе к Сирии. То есть, он практически на границе с Сирией. Но там, понимаешь, там вообще другой колорит. Здесь отношение к иностранцам очень хорошее. Бывает иногда там, как все боятся, что туристов обманывают, да, там и так далее. Какие-то цены завышают и так далее. Но это бывает очень редко. И, наверное, это как-то в туристических местах. Может быть, это есть. Двойное меню бывает, там меню для туристов и меню для... Это прямо у меня за все 6 лет у меня был один раз такое. Турки очень любят иностранцев. Если этот иностранец еще знает хотя бы 5 слов по-турецки, то просто ты для него там лучший друг. И с тобой будет разговаривать, и он тебе будет помогать во всем. То есть, они очень ценят, если ты хотя бы чуть-чуть говоришь по-турецки. Это очень важно. Но есть такой момент, что если тебе нужно решить какие-то вопросы, да, вот с турками, там это какой-то госаппарат, то ты со своим английским там никому не нужен. Никто вообще слушает тебя. Турция очень безопасна. Ну, со мной никогда не случались никаких там ситуаций. То есть, я могу ходить ночью, я могу ходить, когда темно, могу ходить по улицам, где никого нет. Ну, никому так не советую делать. Но я все равно хожу, то есть, ничего не случается. Бывали, что с подружками шли, ну, условно, там, не знаю, со Старбакса, да, у меня на районе, идти минут 40 до моего дома. Мы идем 2 часа ночью. И мне ни разу не было страшно. Но есть районы, и нужно их знать, конечно, есть районы, куда лучше реально не соваться, туристам не соваться. Даже сами только говорят, что мы туда и не пойдем, потому что там, ну, как, криминал, например. То есть, просто нужно осведомленнее, да, подходить к этому и не идти туда, где не положено. Ну, такое, мне кажется, есть везде. Например, здесь везде есть камеры. На каждом дереве, на каждом столбе, на каждом доме. Везде все утыкано камерами. Здесь хорошо работает полиция. Начнем с этого, да. То есть, это тоже немаловажно, когда полиция заслуживает уважения. То есть, они ее уважают и боятся. То есть, при любых конфликтных ситуациях, опять же, лайфхак для туриста. При любой какой-то ситуации, если вам пришел счет не, как бы, завышенный, еще какая-то проблема, там, таксист не включил таксометр, да, и так далее, и показывает, что, и говорит, что вам должны заплатить очень много, вы можете пригрозить полиции. И на этом, как правило, конфликт исчерпан. То есть, полиция, они просто ее боятся. Здесь, когда вы случайно с кем-то цепляетесь плечом, или кто-то вам наступает на ногу, там, ну, как-то, да, вот так вот, на рынке, там, извиняются все перед друг другом. То есть, они стоят и как бы, ой, ой, пардон, пардон. То есть, я открывал дверь недавно, на парковке зацепил машину, да, то есть, человек сидел в машине, там, обедал, там, что-то ел. Вот. И я, как-то, мне неудобно. То есть, там, немножко, то есть, просто дверь открыл, не сильно удачно. Я говорю, как бы, извините, извините, он говорит, да нет, проблем нет, как бы, вообще никаких конфликт. Вот это фишка турецкая, у которой надо учиться нашим людям. То есть, нет проблем. Что-то случилось, такие мелочи, ничего страшного. Повесили вам криво розетку, бог с ней. Это были все вопросы, которые мы успели задать нашим героям. Напишите в комментариях, что было для вас самым интересным или даже шокирующим. Какой вы представляли себе Турцию раньше? Изменились ли ваши мысли после просмотра этого видео? Нам будет очень интересно почитать. Ну а сейчас конкурс. Мы хотим разыграть вот такой небольшой подарочек с турецкими сладостями и турецким чаем. Для этого нужно всего лишь подписаться на наш канал, поставить этому видео большой палец вверх и написать любой комментарий. Итоги мы подведем через неделю в моем инстаграм. Отправка подарка, конечно же, за наш счет. То есть, в какой бы стране или в каком бы городе вы ни находились, у вас есть реальный шанс получить маленький кусочек Турции в подарок. Но от себя хочется добавить, что Турция это не просто страна пятизвездочных отелей. Это место с богатой историей, уникальной культурой, разнообразной и восхитительной природой. Это страна добрых людей и комфортных условий для жизни. Обязательно приезжайте в Турцию, исследуйте ее самостоятельно и общайтесь как можно больше с местными людьми. Ну а на этом все. Увидимся уже совсем скоро. Всем пока!